Владимир Абдулевич, Сергей Алимович, добрый день. Владимир Абдулевич, добрый день. Да, видите меня, слышите? Нормально? Всё хорошо? Слышу хорошо. Да, Владимир Абдулевич, добрый день. Приятно. Владимир Абдулевич, сколько вы уже проработали? Да вот, четвёртый год пошёл. Недавно. Наверное, как один день пролетел, да? Это точно, Владимир Абдулевич. Работа интересная, живая. Работа интересная, люди интересные. Люди замечательные. Там всё уникальное. Абсолютно. Это так. Вы много сделали для развития республики, особенно в это сложное время. Многие вещи не боялись брать на себя. И очень достойно выполнили и исполнили свой долг. Как вы оцениваете сейчас ситуацию в республике, Владимир Абдулевич? Ну, Владимир Абдулевич, во-первых, спасибо за то, что вы сейчас уже дали мне какой-то степени оценку. Я оцениваю ситуацию в республике как, с одной стороны, стабильную, а с другой стороны, имеющую тенденцию к улучшению. Вот когда вы мне дали поручение, и спасибо большое, уже в 2017 году, практически после моего назначения, вы были в Дагестане, встречались с нашими ветеранами. Помните, они вам рассказывают, что Дагестан был донором в Советском Союзе. И тогда вы мне поставили задачу, вот, помню даже ваш жест, вот эту прослойку между бюджетом и людьми очистить от настоимцев. Ну, мы с этого и начали. Спасибо большое правоохранительным органам. Мы тогда стали чемпионами по стране по количеству привлеченных к ответственности должностных лиц. И это помогло. Тяжелая, конечно, работа была для правоохранительных органов, для тех, кого это коснулось, но это было необходимо. И вот эта работа сразу дала результат. Во-первых, сократилось воровство, откровенно. Завышение объемов работ, улучшилось качество. У нас появилось доверие перед федеральными структурами. Огромное спасибо за ваше поручение. У нас побывали практически все министерства и ведомства. Они помогли нам выстроить системную работу. В результате бюджет, который еще недавно у нас исчислялся 100 миллиардами, сейчас больше 170 миллиардов. Это общая работа, и там в основном деньги наши в федерации. Люди это хорошо понимают. Но особенно ценно то, что и мы научились зарабатывать деньги. Не только экономить и беречь, но и зарабатывать. По целому, рядного направления мы видим, как это происходит. Но достаточно сказать, что, допустим, вот сейчас непростая ситуация с перевалкой нефти. Вообще на рынке наш порт увеличил перевалку за эти годы нефти в 4 раза. А вообще продукции в 3 раза. И вам огромное спасибо. Вы всегда помогали, держали на пульсе. И когда были трудности, вы очень четко давали возможность сделать шаг в сторону решения задач в интересах республики и страны. За это огромное спасибо. Без этого было бы просто невозможно. По ряду других направлений тоже у нас произошли такие существенные изменения. Мы улучшили производство сельскохозяйственной продукции. Мы, допустим, в 2019 году выделили впервые 2 миллиарда из нашего бюджета. Мы стали собирать налоги и стали их тратить в первую очередь на то, что было необходимо. 2 миллиарда мы потратили на водоснабжение для людей и 500 миллионов на водоснабжение имеется на миллиардацию. Сейчас это дает, и мы видим по итогам этого года, не хочу забегать вперед, но у нас будет рост. Несмотря на все сложности, которые ковид принес, в том числе и в сельское хозяйство, в связи с отсутствием мигрантов. Вот этих рабочих рук, особенно сезонных работ. Хотелось бы сказать о том еще, что вы с этого начали. У нас замечательные люди. И вот та задача, которая была поставлена, она бы не была решена без поддержки населения. Люди тоже уже устали. И одним из таких важных вопросов, который поднимался с первых дней вхождения в работу, общения с людьми, это была борьба с коррупцией, наведение порядка. Мы начали это делать и по налогам, в частности, собирать, и разбираться в том числе и с теми, кто незаконно получил инвалидности. Ну, то есть, кто незаконно потреблял энергию, стали выявлять тысячами нарушений. И вот тогда мы поняли, что нужно, используя силу закона, совершенно справедливо, но при этом понимать, что действия власти должны быть поддержаны большинством населения. Мне кажется, нам это удалось. Мы после зачистки высшившего властья провели конкурс. Огромное спасибо администрации президента, всем, кто нам помогал. Более 11 тысяч соискателей. Впервые был такой конкурс, и мы бы его сами не провели, без поддержки федерального центра. И всего 54 человека пришли. Но, что удивительно, 90% из них были дагестанцы. 90%. Многие выпускники нашего государственного университета, что очень важно. Опираясь вот на таких людей, мы сумели по ряду направлений ситуацию изменить. Я не буду вас утомлять, но хотел бы вот сейчас, непростая ситуация здравоохранения, сказать о том, что вот у нас за это время, с 17-го года по 20-й, в 4,9 раза выросло финансирование в области здравоохранения. Мы начинали где-то с 3 миллиардов, а на 20-й год уже 17,6 десятых. Фонд, наш страхование, вырос с 25 миллиардов до 34 миллиардов. Мы начинали с долгом миллиард 700 миллионов. Мы его сократили в 12 раз. Спасибо большое за ту работу, которую провели контрольные органы. Без них мы бы тоже не справились. И за поддержку фондса тогда федерального. Мы в результате, вот сейчас, когда пришел этот ковид, мы оказались более подготовленными. Мы, допустим, по льготной категории в 6,4 раза больше закупили лекарств в 2019 году, чем в 2017. Заметно, люди это почувствовали. Мы потратили больше средств на приобретение оборудования. Мы закупали машины скорой помощи, причем более 200 машин. У нас сегодня нет старых машин старше 10 лет. И федеральный центр помог. Но и мы, и мы этим гордимся, почти 200 машин закупили на свои деньги. Мы так и писали. Спасибо за налоги, когда покупали и машины скорой помощи, и школьные автобусы. Я вам тогда рассказывал, что очень непростая ситуация при первой нашей встрече. Вы детально всегда погружаетесь в тему. И хочу сейчас доложить. Я вам рассказывал про АЗС. Тяжелая была ситуация. Мы считали, сколько у нас АЗС. Практически все делалось в наличную. И вот сегодня АЗС у нас имеет такой передовой эффект работы. У нас более 20% автозаправочных станций сегодня в 4 раза увеличили платежи бюджета налоговой. Причем люди это делают добровольно. Они объединились в ассоциацию, зарегистрировали все трудовые договора. Они выросли в 3 раза больше. Число работающих увеличилось в 3 раза. И при этом налоги выросли в 4 раза. В них учимся. Эти люди обогнали нас. Мы столько силовики, фискала, контролёров. Мы столько не могли сделать. Только сделала ассоциация жителей Дагестана. И что очень приятно. Лидер этой ассоциации. Он был у меня советником на общественных началах. Магомед. Он сейчас избрался в городскую думу. И избрался хорошо. С авторитетом. Народ его поддержал. Сейчас мы работу такую же проводим по обуви. У нас около 15 тысяч обувщиков. Золотые руки мастера обувщики. Тяжёлый труд. Подпорье работали. Вот сейчас правильное решение. С Нового года чипируется опыль. И сейчас бизнес и власть. Мы работаем вместе. Мы сейчас заложили. Вот мне сейчас представитель правительства уточнил. Уже пустую фабрику. Которые легализуют работу этих 15 тысяч работников. Мы увеличим то производство, которое сегодня есть. Мы даже не представляли этих масштабов. И это видят люди. Это видят собственники. Это видят сами те, кто работает. И вот этот выход из тени, он, конечно, имеет огромный потенциал. Ну вот, можно ещё говорить о том, что мы, собрав средства в бюджете, сейчас столкнувшись с проблемами, мы, я уже говорил, закупали скорую помощь. Мы, значит, направили 900 врачей за 3 года при поддержке федерального центра. И мы выделяли средства. На ковид мы смогли выделить 2,8 миллиарда. Они нам очень были нужны. Огромное спасибо вам за помощь. Это чувствуют врачи. Это чувствуем мы все. Когда у нас был пик, такой скачок, по 700 человек в день клали одноразово. И тогда ваше личное включение в этот процесс и построительство госпиталей, и лекарства, и вот эти бригады врачей, которые к нам приехали, в том числе и Проценко. Два заместителя министра у нас работали, причём заходили в эту опасную красную зону, показывали пример, учили нас, как работать более эффективно. Нашим врачам показывали технологии. Это нам удалось решить ситуацию. Три центра, спасибо вам огромное. Люди видят это всё и высоко оценивают. Благодарю вас за это. Но мы при этом, я считаю, могли выделить значительные деньги, 2,8 миллиарда. Это для нас это большие деньги. Они пошли на средства индивидуальной защиты, на выплате тем категориям, которые не попали в ваши указы работникам здравоохранения, на лекарства на закупку. Вот Актемра такое было, лекарства потребные тогда. Мы выделили 40 миллионов. И сразу закупили и закрыли тем. То есть люди увидели, что сбор налогов – это не только наказание и необходимость, это ещё и возможность, это потенциал, это будущее, по сути, республики. Вот сегодня буквально день учителя. Мы встречались с учителями. Очень приятно, что у нас всё больше и больше детей побеждают на разного рода викторинах. Дают более высокий процент ЕГЭ в целом по республике и по стране. Мы гордимся, что 3 октября у нас в Ростове-на-Дону был финальный этап образовательной программы «Системный поход в управление регионом». Это Южный округ и Северокавказский. По итогам жюри присудило проекту дагестанской команды. Она была большая. Там были представители и исполнительной власти, и наши общественники, и молодёжь. Так вот, за создание условий для обеления экономики, формирование белых производственных кластеров путём развития льготных зон, разработки внедрения финансовых и организационных мер поддержки, мы получили звание «Лучший проект». Мы этим гордимся. Тем более, туда как раз попадают вот эти обувщики. Об этом мы говорили, но уже говорила молодёжь, не мы. Они защищали этот проект. И вот кто там, учёные, преподаватели, эксперты, оценили его. И вот я сегодня с ними разговаривал, но они готовы побеждать, они готовы идти дальше. Поэтому я думаю, что атмосфера в целом лучшая. Ну, а показатель ещё какой? Мы в прошлом году, отмечая 2019 год, проводя его с силовиками, а я до сих пор себя не могу разделить с ними, созванивались до конца года. И всё думали, будет какое-то и не будет происшествие. В 2019 году тяжких происшествий, связанных с террором, не было зарегистрировано. Огромное спасибо силовикам, огромное спасибо людям, жителям, что у нас сегодня такая атмосфера. Надеюсь, что и дальше это будет процесс идти. Спасибо большое. Владимир Владимирович, хочу вас поблагодарить ещё раз за работу, которую вы проделали в Дагестане. Перед вами стояли очень сложные задачи. Практически по каждому направлению вы продвинулись значительно вперёд. Я это чувствую, вижу, надеюсь, надеюсь, что и людям это заметно. У меня будет наверняка ещё возможность поблагодарить вас лично. Сделаем это как можно быстрее. Сергей Олегович, вы знаете Кавказ, не понаслышке, Дагестан знаете хорошо. Вы много уделили этому внимания на старом месте работы в качестве заместителя, командующего войсками Национальной гвардии. Как вы оцениваете ситуацию на данный момент? И что вы видите для себя, если будете возглавлять республику в качестве основных направлений? Владимир Владимирович, я бы выделил три основных направления. Первое, это то, о чём уже говорил Владимир Мандалевич, я считаю, что эту работу надо продолжать. Это обеспечение безопасности граждан в условиях пандемии. Потому что это не только, собственно говоря, жизнь и здоровье людей. Это и те процессы, которые в значительной степени влияют и оказывают негативное влияние на все сферы деятельности. Поэтому та работа, которую оперативный штаб по республике Дагестан провёл, она должна быть продолжена и, возможно, с более высоким эффектом. Второе направление, это, конечно, укрепление экономического состояния республики, экономического потенциала Дагестана. Он действительно высок, но, на мой взгляд, не вполне востребован. Сегодня, в том числе и по вопросам различного рода инвестиционных проектов в республике. И, опять же, та работа, которую Владимир Владимирович проводил, она связана с большей на сегодняшний день инвестиционной привлекательностью Дагестана, нежели это было несколько лет назад. Поэтому, на мой взгляд, вот эти процессы, которые сегодня идут в самой республике, их тоже необходимо продолжать, улучшать и, конечно, безусловно, направлять на повышение благосостояния людей, о чём вы, Владимир Владимирович, недавно говорили, выступая перед нами, перед сенаторами. Безусловно, эта работа будет продолжена. Ну и третье, на мой взгляд, для Кавказа очень важно иметь обратную связь руководителей со всеми слоями населения, со всеми слоями общества. Именно из этой обратной связи мы будем получать те продукты, которые потом необходимо будет реализовывать и возвращать людям. В этом отношении я бы как раз выделил политический аспект деятельности в республике, который даст возможность и даст понимание всех тех процессов политических, внутриполитических, которые происходят в республике и решение этих проблем, этих задач, опять же, в интересах и на благо Дагестана и всей нашей Российской Федерации. Сергей Алимович, Вы всё правильно сказали. Без всякого сомнения, сегодня продолжает быть актуальной тема борьбы с ковидом, с инфекцией. Очевидная совершенно вещь, это лежит на поверхности. Будем мы дальше помогать республике. Вам нужно только быстрее определиться вместе со специалистами на месте, что дополнительно нужно сделать, в том числе с уровня федерального центра. Есть ещё вопросы, которые Вы затронули. Это, конечно же, развитие экономики, безусловно. И на этой базе решение социальных вопросов в сфере здравоохранения, образования и так далее. Вопросов социального характера очень много везде, в Дагестане в том числе. Есть ещё составляющие, которые я считаю достаточно важными, если даже не первостепенными. Во-первых, Дагестан – многонациональная республика. И в Дагестане, как в капле воды, отражается всё, что характерно для России – многоконфессиональность и многонациональность. Этим Дагестан всегда славился. И, что очень важно, на протяжении последних многих лет, последних десятилетий, вот эти межнациональные и межрелигиозные отношения, несмотря ни на какие сложности, связанные даже с 90-ми, началом 2000-х годов, вот эта составляющая всегда была в Дагестане прочной. На это нужно обязательно обратить внимание. И этим нужно заниматься. Само по себе это не возникает. Нужно поддерживать всё самое лучшее, что есть в этом смысле в Дагестане. Ну и, наконец, многообразная, очень интересная, уникальная культура народов Дагестана. Это то, что требует систематической поддержки, без всякого сомнения. И в этом силы Дагестана, как многонациональные республики. Но, конечно, там сильны и спортивные традиции, вы знаете, единоборство. Поэтому здесь очень много ещё нужно сделать. Практически неразвитая инфраструктура, особенно в малых населённых пунктах и населиях, в горах, там вообще почти ничего нет. А выдающиеся спортсмены есть, тем не менее. Значит, вот на это нужно обратить внимание. Ну и, наконец, нужно продолжить работу по декриминализации республики. Вот Владимир Абдулевич сделал немало по этому направлению, он сам об этом сказал. Но нужно настойчиво работать по этому направлению и дальше. Дагестанцы народ открытый, честный, очень чувствительный, как всякого рода несправедливости, хамству административному или некорректному поведению со стороны представителей власти. И нужно завоевать их уважение и доверие. Надеюсь, вам это удастся сделать. Вы человек опытный. Всего хорошего. Спасибо, Владимир. Спасибо.